Всем привет! Это домашний карантинный Евграф. И сегодня я приготовлю два коктейля с водкой. Кейпироска и водка эспрессо. И заодно, раз уж речь зашла об эспрессо, я чуть-чуть расскажу про свою кофемашину и покажу, как я делаю в ней эспрессо. Многие просили, не знаю зачем. Собственно, начнем как раз с приготовления эспрессо. У меня есть вот такая кофемашина, купленная больше 10 лет назад. Saeco Aroma Inox RST. Она, по-моему, уже не производится. По-моему, вообще компания Saeco к кому-то присоединилась. Машина, не знаю, насколько она хорошая или плохая, меня устраивает, я каждый день пью из нее кофе. Ну и, конечно же, кофемолка, потому что самое важное в приготовлении кофе это кофемолка, запомните. Если у вас кофемолка такая вот с ножами, это не кофемолка, это приспособление, чтобы перемалывать специи или превращать сахар в пудру. Вот сюда засыпаются зерна. Потом я настроил крупность помола. Извините за грязные приспособления, но я их оттирал как мог. Но жир от сковородок так просто не отшкрябывается. Включаю, все перемалывается и получается вот такой вот кофейный порошок. Дальше у меня есть рожок для эспрессо-кофеварки. И вот такая штука, это называется темпер. Я его заказывал отдельно на ebay, что-то за 5 баксов, по-моему, давным-давно. Главное, чтобы под диаметр вашего рожка подходило. Соответственно, пересыпаем перемолотый кофе в рожок и аккуратно и ровно уплотняем его темпером, чтобы получилась равномерная таблетка. В принципе, никаких тут суперсекретов нет, главное это делать аккуратно и чтобы был один уровень у кофе. Затем включаем кофеварку, вставляем в нее рожок и сразу нажимаем, чтобы протекал кофе. Я использую две рюмки, просто чтобы вам было видно, что там оттуда выливается. Когда я делаю себе кофе, я обычно делаю на глаз, просто я примерно знаю, сколько времени оно должно протекать. Секунд 20. Ну, плюс-минус, то есть это зависит от разных факторов. Собственно, эспрессо готов и сразу приступаем к приготовлению кофе, пока эспрессо еще не умер. Знаете, говорят, когда пузырьки еще идут, он еще жив. Ну, честно говоря, пока я тут снимаю, скорее всего, он уже при смерти. Итак, коктейль «Водка эспрессо». Коктейль готовится в шейкере. Первым делом, естественно, наполняем шейкер льдом. И бокал наш тоже наполняем льдом. И самое первое, что нам сделать, это надо растворить в кофе сахар. В этом коктейле предполагается использовать сахарный сироп, но мне лень, поэтому просто отмеряю 45 эспрессо. Вот так вот. И туда сразу насыпаю ложечку сахара. Ну, и немножечко так вот перемешиваю. В рецепте там 5 мл сахарного сиропа. Ну, я просто, нет сахарного сиропа, мне лень его готовить только ради этого. Немножечко так вот помесили. В принципе, нормально. Пускай чуть-чуть растворится. Остатки эспрессо можно выпить. Нормас. Кстати, кофе, который я покупаю, я всегда покупаю килограммовые пачки до 1000 рублей. Прямо сразу, без всякой рекламы. Либо в метро Риоба, 100% арабика. Либо Паулик, только 100% арабика, естественно. Либо эгоист, тоже 100% арабика всегда. Только никакой Робусты быть не должно в кое. Не забудьте вообще про Робусту. Ноу, Робуста отменить, запретить. Итак, кофе чуть-чуть постоял. Я прям чувствую теплый джиггер. Сейчас мы еще немножечко тут помешаем. И заливаем его. Если сахар там не до конца растворился, то ничего страшного. Мы сейчас во время шейка его дорастворим. Дальше нам понадобится водка. Я использую Кремлен Оворд Органик. Она, кстати, завоевала уже 3 приза в 2020 году. В Австрии, Великобритании и России. Водки нам понадобится 50. Дальше нам понадобится кофейный ликер. Можете использовать колуа. Можете использовать, там, не знаю, Болсты, Кайпер. Я использую Мари Брезар, потому что у меня есть. Двадцаточку мы наливаем сюда кофейного ликера. Вообще, это коктейль похож на черного русского, но гораздо более кофейный и менее крепкий. Сольем лишнюю воду из шейкера. В принципе, вся вода у нас в шейкере лишняя. Да и из бокала тоже сольем. Переливаем все в шейкер и шейкуем. Шейк закончился. Время перелить коктейль в охлажденный бокал. Но это еще не все. Обязательно надо украсить коктейль. А украшаем мы при помощи трех зернышек от кофе. Так вот их аккуратненько кладем сверху. Прямо посерединке. Ну и сразу можно попробовать. О-е. Коктейль достаточно сладкий. Очень кофейный. Мне кажется, те, кто любит черного русского, я, правда, небольшой фанат черного русского, белый русский, другое дело, тем должно зайти. Можно попробовать. Рекомендую. Второй коктейль Кайпероско. Мы уже готовили Кайперини, вы можете посмотреть. Разница существенная только в том, что Кайперини делается на Кашасе, а Кайпероско на Водке. В последнее время Кайпероско, также известная как Кайперотка и Кайпи-водка, набирает все большую популярность в Южной Америке, Бразилии, Аргентине и так далее. И даже переплевывает иногда Кайперинью, собственно, оригинал, из которого все началось. Наверное, причина в том, что стало больше нормальной водки, которую можно использовать в коктейлях, потому что здесь единственный алкоголь, который есть, это водка. Кроме водки, для коктейля нам понадобится коричневый сахар и лайм. Я специально использую такой пролетарский стакан, потому что это простой пролетарский напиток для простого человека, которому надоело пить стаканом водяру, и он хочет как-то это покрасивее сделать. Итак, приступим. Первым делом у нас есть лайм. Мы половинку лайма режем на 4 части и 3 из них выдавливаем прям в стакан. Коктейль готовится, собственно говоря, билдом таким истиром. Можно не париться насчет того, что чуть-чуть мякоти попадет от лайма, потому что, как я уже сказал, простой коктейль. А в текущей ситуации лайм еще, по-моему, и дешевле, чем лимон в магазине. Если вы, конечно, смотрите это в тот момент, когда реально лимоны подорожали. Три кусочка выжали, вот у нас получилось такое количество лайма. А один кусок мы туда просто закидываем и сейчас будем мадлить. Кстати, насчет мадла. У меня нет мадлера, я буду использовать ручку от деревянной лопатки. Если она чистая, проблем никаких быть не должно. Сразу же добавляем туда 2 чайные ложечки сахара. Сахар у нас коричневый. В оригинальном рецепте, который я нашел, написано, что надо использовать 1 чайную ложку коричневого, 1 чайную ложку турбинада или сырого сахара. Короче, есть всякие разные сахара, которые в разной степени не очищены. Что-то с миласой, что-то с какими-то еще там частями этого тростника. Но я считаю, что коричневый сахар, он есть коричневый сахар. Если он нормального качества, то достаточно его использовать. Хотите, можете использовать белый сахар. Хотите, можете использовать какой-то мускавада, дарк или что-нибудь еще. Короче, все что угодно. Теперь помадлим немного, чтобы и сок выдавить, и сахар немножечко раздолбать. Вам кажется, что это странно, да, использовать лопатку? Но мне так не кажется. У меня нет мадлера. Что делать теперь? Если кто готовил кайперинию, то очень похоже. Причина, почему мы добавили только один кусочек лайма, потому что если слишком много помадлить прям все 4 лайма, то очень много горечи выйдет из цедры лайма. Лучше не до цедра лаймить, чем пере-цедра лаймить. Теперь, когда все помадлено, добавляем водку. Водку мы используем кремлино-ворд органик. 60 миллилитров нам нужно. Значит, 50. Еще чуть-чуть. Кстати, это кошерная водка, так что если вам это принципиально, то тоже плюс. Я не еврей, если что, мне все равно. Дальше перемешиваем еще раз. Еще дополнительно сахар, чтобы растворился. И теперь добавляем лед. Здесь главное разночтение между тем, что я нашел в интернете и моей версии, заключается оно в том, что я терпеть не могу краш. Поэтому я добавлю обычный крупный лед. Если вам нравится краш, да пожалуйста, ради бога. Тут еще нюанс, что лед должен немножечко потаять и немного разбавить наш коктейль. Но поскольку у меня уже и так подтаявший лед, он не какой-то там супер-мега замороженный, я думаю, что все будет хорошо. И еще немного постируем. Оп-оп-оп. Ложечка удобная и неудобная тем, что она крутится вот так вот. С одной стороны это хорошо, потому что вот так вот просто вводишь, и она сама поворачивается. С другой стороны в этом минус. Потому что сложно управлять ее поворотом. Коктейль готов, осталось его только украсить. И мы возьмем просто еще один кусочек лайма и положим сверху. Все, нам больше ничего не надо. Пьют этот коктейль с помощью рта, а не с помощью трубочки. Так что украшать его чем-то по бокам неудобно. Ну, зачем? Оно будет в нос лезть или выпадать. Пришло время заценить коктейль. Кайпи-водка. Кайпи-роска. Кайпи-родка. Отлично. Кому-то может показаться, что мало сахара, но я аккуратно добавлял, чтобы не было слишком много. При этом он в основном весь растворился. Немножечко там что-то снизу осталось. Ну, попробуем сейчас. Вещь. На самом деле, честно говоря, ну, конечно, у кашаса очень специфический вкус. Он яркий. У водки нет вкуса, к счастью. Чем меньше вкуса, тем лучше водка. При этом этот коктейль очень слабо отличается от пеперини. Получается такой алкоголь, какой-то нейтральный. Но все маскируется большим количеством сока лайма и цедры лайма. Ну, плюс сахар. Отлично. Мне нравится. Очень нравится. Я рад, что не использовал никакой чертов краш, который меня бесит. Кого тоже бесит краш, который забивается в трубочку и в рот и не дает пить, и там три капли жидкости, ставьте лайк. Кстати, у меня не случайно стоит тут бутылочная коробка с водкой Кремлин Аворд Органик. Дело в том, что в инстаграме Кремлин Аворд проходит конкурс, в котором можно выиграть одну из трех таких же. Причем они вам вышли в почту, если вы находитесь в России или СНГ. Подробности по ссылке в описании. Участвуйте и вполне можете получить такую же. Если, конечно, вам есть 18 лет, а лучше 21. А в остальном могу сказать, что рад был вас видеть. За окном у нас дождь, погода плохая, сижу дома, делать нечего. Но, к счастью, есть маленькая ляля, которая веселится и не дает заскучать. Вот сейчас она, к счастью, спит и не мешает мне снимать. Напишите в комментариях, как вы справляетесь с карантином, какие, может быть, открытия сделали, что облегчает вам жизнь в это трудное время. До новых встреч. Ставьте лайки и дизлайки, подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм, все ссылки в описании. Ссылка на рецепты также в описании. Пишите, что бы меня еще приготовить. Скоро будет еще видео с джином, тоже из дома. А по четвергам, как обычно, до конца апреля у нас все в порядке. Коктейли из бара с Василием. И да, не пейте слишком много. Понятно, что делать нечего многим из вас. Я понимаю, что это не очень убедительно звучит. Но я-то делаю контент для вас. Я же не просто сижу и бухаю на кухне. Сейчас еще это попробую. Ну как? Подразбавился. Вообще-то классный коктейль. Оба классных. Совершенно разные. Этот такой алкоголическо-утренний. Если вы алкоголик, вы можете пить его с утра. Но вообще лучше не надо. А этот такой освежающий, летний. Ну, сейчас какое-никакое лето скоро уже на дворе. Так что нормас. Пишите в комментариях оптимальное количество коктейлей за выпуск такой домашний кухонный. Я подумал, что один коктейль маловато, потому что здесь, в принципе, ничего особо не происходит. Три много, один мало. Ну, как бы два. Бог любит двоицу, как известно. Отец, сын. И все. Все мы знаем эти истории про знаменитую святую двоицу. Два богатыря. Д'Артаньян и два мушкетера. Еще фильм был советский. Двое в лодке, не считая собаки. Кто у нас только что проснулся? Попей водички. Так что до новых встреч. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok